Вопрос. Я студент первой группы медицинского колледжа. Сегодня мы научились делать тесты на чувствительность. Каждая группа студентов делала друг другу инъекцию солевого раствора в целях обучения этому тесту. Каково решение по этому вопросу? Обратите внимание, что этот укол является внутрикожной инъекцией. Краткий ответ. Нет ничего плохого в тестировании на чувствительность путем инъекции солевого раствора под кожу. Потому что это не является тем, что питает организм. Полный ответ. Хвала Аллаху. Инъекции в медицинских целях не нарушают пост в том случае, если они не замещают питание. Как, например, инъекции витаминов и растворов, которые вводятся в кровь. В заключении Академии Исламского фикха под номером 93, в котором перечисляются все виды медицинских манипуляций, которые нарушают пост, сказано. Следующие манипуляции не нарушают пост. Инъекции в медицинских целях, которые делаются кожно, внутримышечно и внутривенно, за исключением инъекции питательных растворов и веществ. Шейха Ибн Усеймина, да помилует его Аллах, спросили о решении в отношении внутримышечных и внутривенных инъекций и уколов бедро. Он ответил. Нет ничего плохого во внутримышечных и внутривенных инъекциях, а также уколов бедро. Они не нарушают пост, потому что не являются тем, что нарушают пост и не попадают под категорию вещей, которые нарушают пост. Они не являются едой или питьем и не попадают под категорию еды и питья. Ранее мы уже говорили, что влияет на верность поста. На пост влияет только инъекция, которая заменяет больному еду и питье. Исходя из вышеперечисленного, нет ничего плохого в тесте на чувствительность посредством инъекции солевого раствора под кожу, потому что это не питает организм. Аллах знает лучше. Субтитры создавал DimaTorzok